Всем привет, друзья! Это Сергей, вы на канале OldSchoolGamer, и наступил месяц март, и мы наконец-то делаем обзор новинок PlayStation Plus прямо с самого начала месяца, ничего не дожидаясь. Для начала сразу хочу сказать, все, кто за последние недели скидывал мне приглашение в друзья в PlayStation, я вас всех только что добавил, так что все должны быть на месте, давно просто PlayStation не включал, поэтому некоторые больше недели висели в заявках, но вот сегодня всех добавил. Ну и сейчас посмотрим, и давайте начнем сразу тут, смотрите, Uncharted 4 мультиплеер. Сегодня была новость, что сам Uncharted перенесли на две недели, теперь он выйдет только после майских праздников, но вот демка будет уже скоро, и сможем поиграть. Вроде бы можно уже даже сделать ее... Да, открытые выходные, это доступно для всех, даже для тех, кто не делал никакого предзаказа. Давайте поставлю загрузку и на выходных на канал поиграю. Кстати, давайте знаете, что сделаем? Давайте-ка поиграем вместе с вами. Пишите в этом видео, кто хотел бы... Что? Еще и одиночная игра тут есть. Написано коллективная. Сначала загрузка... Не знаю, мультиплеера хотел. Странно как-то. То, что, одиночная игра еще будет в демке? Мне казалось, что только мультиплеер. Тут даже написано мультиплеер. Ну да ладно, что я говорю? В группе на ВКонтакте, ближе к выходным, сделаю анонс во сколько, и давайте, добавляйтесь, кто еще не добавился, попробуем поиграть в мультиплеер вместе, а я из этого сделаю прикольное видео на канале, чтобы можно было посмотреть. Так, ну это мы отдалились. Что еще у нас нового? Это Heavy Rain появился вчера в продаже, и я его на диске буду брать вместе с Beyond, и буквально на днях, на этой неделе, будет также обзор и распаковка на канале. Ну а теперь давайте перейдем, собственно, ради чего мы тут собрались, новинки PlayStation Plus. Итак, в этом месяце у нас на PlayStation 4 три игры. И, как обычно, снова не видно, что на PSV, то PS3, поэтому во второй части мы посмотрим уже через браузер, что дали туда. Ну, во-первых, великолепная BroForce. Игра, сделанная в Южной Африке, между прочим, узнал недавно. Очень крутая, вот вышла не так давно, она, наконец, в релизе, так-то еще год назад мы все играли в Steam Worldly Access, но теперь релизнулась. И они там подкрутили всяких ништячков, молодцы. Ну, не знаю, что. Добавлю ее в библиотеку, не буду скачивать. С другой стороны, зачем мне она на PlayStation? В Steam она у меня уже давно стоит, много там всего пройдено. Прикольная игра, именно за нее я и голосовал, чтобы дали ее, ее и дали. Вторая игра, это некий Galaxy Z, The Dimensional. Давайте посмотрим на картинке, что это такое. И это какая-то космическая индюшатина про какого-то анимешного пилота. Ну, наверное, интересно, такие игры, у них обычно геймплей хороший, но Инди выглядит дешево. Какого хрена вот нам ничего хорошего не дают, дают бесплатно только индюшатину. Надоело уже, честно говоря. Могли бы хотя бы уже ремастеры какие-нибудь нормальные начать давать. Что все, индюшатину да индюшатину. И Flame Over, игра про пожарника, походу, тоже двухмерная индюшка. И еще и мультиплеерная. Даже это не про пожарника, хрен пройми про что. Убогая графон. Хотите сказать, она только PlayStation 4, мне кажется, такую и на виду и на PS3 должны были дать. Ну вот, да, дали три игры. Broforce офигенная, но все-таки Инди, остальные две даже и не офигенные Инди. Ну, что-то реально помелочились в этом месяце. Прям обидно, обидно. И голосование за игру следующего месяца. Еще у нас оно не открылось. Вот Broforce мы выбрали. Ну ладно. Подголосовать за следующий месяц пока не можем. Ну и, собственно, все. Ничего больше на PlayStation 4 нам не дали. Давайте посмотрим, что у нас нового появилось в магазине за минувшие пару недель с прошлого моего такого обзора. Ну и, как обычно, поначалу у нас предзаказы. Mirror Search. По-моему, не было раньше предзаказа. Homefront Revolution, кстати, вот появился предзаказ. Коллекционку анонсировали очень хорошую. Будет про нее отдельное видео. Shadow of the Beast. Вот жду. Это эксклюзивчик. Doom появился. Uncharted. Dark Souls. Ratchet Clank. Trackmania Turbo вот появился предзаказ. Хотя он в других местах уже давно был на дисковую версию. Ну, Trackmania на комп надо брать. Hitman скоро выходит. Перевал Дятлова. Heavy Rain. Сборник. Hitman Go офигенный. Ну, в принципе, так. MK Droid. Подумал, Metroid сначала офигел аж. Mortal Kombat XL вышел вчера. Тоже круто. Возьмите, кто не брал до сих пор официальный. Ну, в смысле, Mortal Kombat X обычный, оригинальный. Вот XL лучшая версия. Я же буду до нее обновляться. Evolve Ultimate Edition со всеми DLC. Ну, офигеть. Walking Dead Mishon, кстати, тоже вчера наконец-таки зарелизился. Надо поиграть. Но у меня он в Steam куплен. На канал буду играть обязательно. Leads of Fear. Отличная игра. Ну, в принципе, я смотрю, все тут весьма хорошо. Много всего. Assassin's Creed Россия. Unravel. Gravity Rush распаковывали на канале. Ну, кто тут говорил, что на PlayStation игр нет. Полно игр. Witness. Вон до этого был этот. Firewatch. Много всего хорошего. Но мало именно эксклюзивного. Что только на PlayStation. Вот это, конечно, недостаток. По большей части, на компе все это тоже есть. Соответственно, там я и буду играть в 4К. И за более дешевую цену. Но все равно приятно. Выбор большой уже стал. Что у нас по демоверсиям? Witch and the Hundred Knight какой-то появился. Ну, ничего особо, я смотрю, нового из демок также не появилось. Что я хотел вот купить, так это... Давайте все DLC. Сортировать сначала новые. Ой, какой-то бред тут пошел. Давайте посмотрим, что нам предлагают в DLC. И по каким... Вот, Mortal Kombat пошел, наконец-то. Что я хотел купить, так это я хотел купить Combat набор 2. Тут есть Combat набор XL. В нем сразу и Combat набор 1 и 2 вместе. Всего на 300 рублей дороже. Но первый набор у меня был, я его покупал сразу как Season Pass. С оригинальным Mortal Kombat X. Поэтому мне нужно купить только Combat набор 2. И если я это сделаю, мне также добавят все оба платных DLC, которые были. Ну, то есть за первый Combat Pack там в районе 10 различных платных DLC-шек было. Которые с Combat Pack шли бесплатно. Там в основном костюмы персонажей, несколько классических фаталити и типа того. Второй Combat Pack, он добавляет вот четырех новых персонажей. Кожаное лицо, Триборг, Борайчо и Чужой. И добавляет оба платных набора с костюмами. Один из которых очень прикольный, Холодная война. Там где Саб-Зиро в шапке-ушанке. Такого плана про Советский Союз. И в итоге, таким образом, будет XL издание у меня со всеми аддонами. Кто не покупал первый Combat Pack, но имеет Mortal Kombat X, может взять за 1559 набор XL, который все то же самое добавляет. Но у кого в Mortal Kombat вообще нет, издание Mortal Kombat XL тоже все это содержит. Я, соответственно, буду брать вот это за 1300, чтобы были все персонажи. Есть, кстати, желание у меня на канал пройти Mortal Kombat 9 и 10 сюжетную кампанию друг за другом. Сюжет там очень прикольный, мне всегда нравился. Крутой, постановочный такой. Пишите в комментариях, хотели бы вы посмотреть. Ну и, наверное, все. Ничего больше тут мы уже не увидим интересного. Мало всего, в принципе, добавили. А чего-то такого эксклюзивного, что хотелось купить. И Mortal Kombat, да, хотелось бы добавить, что этот эксклюзив на кампе не будет второго Combat Pack. Ну и давайте теперь через браузер посмотрим, что дали нам на прошлые приставки от Sony. Вот, кстати, я купил Mortal Kombat от Combat Pack 2. Кому интересно, дали за него Гора, который изначально у меня был за предзаказ. Второй раз, то бишь, дали. Коллектив Scorpion Skin. Вот такой золотой скорпион в стиле Холодной войны. Классик Mortal Kombat Fatality Pack 1 и 2. Набор классических фаталити для некоторых персонажей. А потом Mortal Kombat, Триборка, Кожаное лицо, Бор Айчо и Чужой 4 новых персонажа. Два платных аддона, которые были с костюмами Cold War, про которые я говорил. И бразильский набор костюмов, но он довольно убогий. Единственное тут прикольно, это Кунг Лао с усами похож на Чичмарина. Вот это мега круто. И, соответственно, еще набор костюмов Апокалипсис. Соответственно, практически все DLC у меня теперь есть. Кроме двуха, Ермак и Саб-Зиро, которые именно с целью пожертвований на чемпионат продаются. Кроме них, все, соответственно, теперь есть. По-моему, очень круто. Итак, вот мы зашли теперь через сайта и можем посмотреть, что же нам дали на приставки PlayStation 3 и PlayStation Vita. Предыдущие приставки от Sony. Заходим в игры месяца и смотрим. Вот Braforce, Galaxy Z и Flame Over мы получили на PlayStation 4. И еще у нас три игры. Это Super Stardust HD на PlayStation 3, The Last Guy на PlayStation 3, Flame Over на PlayStation Vita. Я же говорил, что он должен был быть, да, он есть просто как отдельный тайтл. И Бой в реальности, также для PlayStation Vita. Ну, соответственно, три игры на PS4 и по две на другие две консоли. Давайте посмотрим. Super Stardust. Ну, это и в Steam, по-моему, есть. Это леталка-стрелялка в стиле Geometry Wars. Тут почему-то без скриншотов. Окей. Добавим в корзину. The Last Guy. Когда зловещий пурпурный свет из далекого космоса достил Земли и озарил ее странным гипнотическим сиянием, то все люди, находившиеся в это время на улицах городов, превратились в ужасных монстров. Загрузите игру The Last Guy и спасите людей от погибели. Совершенно непонятно, про что игра. Вот тут смотрите, кстати, дополнительные эпизоды. То есть, вот какой-то, как будто на гугл-картах все происходит. Ну, по сути дела, какая-то, наверное, тупняка, очередная индюшатина. Ну, неважно, в корзину добавим. Flame Over. Игра, да, про пожарников. Мы уже смотрели. Ну, почему-то, кстати, скриншоты у Flame Over для PS4 были абсолютно не такие. Помните же, я удивлялся, какие-то они пиксельные, убогие. Какой-то глюк, походу, не? Вот смотрите, какие тут скриншоты на Flame Over. Вообще не похоже, что это с пожарниками как-то связано. Какой-то театр, вообще какое-то убожество. И вот Flame Over на PS V2. Настоящий Flame Over. Такой, какой в Steam. Вот у меня есть эта игра. Я ее покупал как раз по скриншотам в Steam. Мне понравилось. Напомнило, с Dendy были охотники за привидениями. Такого же вида. Такие кукольные человечки, как будто рисованные. Вот, настоящий Flame Over. Да, его в корзину мы и добавляем. А вот тут, походу, просто перепутали скриншоты, господа, в PlayStation. И поэтому создалась иллюзия, что эта игра говно. Нет, это хорошая игра. И бой с реальностью. Или бой в реальности. Это игра для Авито, а-ля с дополненной реальностью. Что там нужно через камеру смотреть на настоящий мир. По-моему, такое чувство, как будто ее уже бесплатно давали когда-то на Авито. Не знаю. Ну, все добавил. Давайте посмотрим корзину. Да, вот еще четыре игры. Оформляем заказ. Ну, Flame Over, да, я рад, что оказалась это нормальная игра. А не то говно, что было на скриншотах. Но, в целом, в этом месяце, кроме Брафорса, ничего прям совсем крутого нет. Да и Брафорс вроде бы дали его. Но, с другой стороны, он в стиме-то на распродажах стоил там по 150 рублей. Так что, чему особо радоваться? Практически ничего и не дали. Цена на подписку подорожала. А в итоге ничего хорошего не дают последние месяцы. Ну, хотя бы для Mortal Kombat'а купил. Kombat'а пака. Хоть что-то новое появилось. Ну, и, соответственно, в ближайшие дни посмотрим Beyond Two Souls и Heavy Rain. Ну, а там чуть подольше времени пройдет. Уже начнут выходить нормальные игры. В мае будет Uncharted. Dark Souls буду на PlayStation брать. Ну, в принципе, так-то все нормально. Наверное, на этом все. С вами был Сергей. И мы вернемся в PlayStation Network уже через месяц смотреть апрельские новинки. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok